Многие китайские производства сейчас уже не клеят бренд, если ты не предоставишь им свидетельства на товарный знак. Ага, я же делал для него фотографии, а эти фотографии принадлежат мне, поэтому я сейчас отсужу у него кругленькую сумму. До 5 миллионов рублей за каждую фотографию. Пакет брать будете? Привет, это Олег Неворотов. Этот выпуск про защиту интеллектуальных прав. Поэтому я пригласил эксперта, которого знаю лично и с которым работаю в AppMarket, генерального директора IQ Technology Александра Луганова. Мы обсудим, нужно ли регистрировать товарный знак для работы на маркетплейсах, сколько это будет стоить, что делать, если ваши фотографии или названия бренда заимствуют, и как стать эксклюзивным ритейлером. Но прежде чем мы начнем, я напомню, что ваши отзывы и оценки очень важны для нас. Поэтому где бы вы не слушали сейчас подкаст, оцените его, пожалуйста. Также я буду рад интересным гостям. Если вы хотите поучаствовать в одном из выпусков, просто напишите нам на почту. Адрес вы найдете в описании этого подкаста. Саш, привет. Рад тебя видеть и слышать. Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, для начала, чем ты занимаешься, чтобы мы понимали, в какой сфере ты настоящий эксперт. Окей. Друзья, приветствую всех. Меня зовут Александр Лугунов, и я сооснователь юридического агентства IQ Technology. И мы помогаем брендам контролировать их продажи в интернете, на сайтах, маркетплейсах, в социальных сетях. Расскажи вообще, с чего пришла такая идея к вам помогать защищать интеллектуальные права брендов, и с чего начался этот бизнес? Ну, 6 лет назад вообще мы стартовали. 6 лет назад перед нами была поставлена задача контролировать продажи бренда одной компании, в которой мы тогда работали. Я и, собственно, мой партнер Дмитрий, наш главный юрист. Получилась такая ситуация, что было огромное количество сайтов, на которых появлялся товар неизвестного происхождения, неизвестно, откуда этот товар брался, почему он там торговался, на каком основании он там торговался, по каким-то странным условиям он там торговался. И нам пришлось эту историю немножко попытаться привести в порядок. И как только мы это научились, разработали определенные механизмы, юридические процессы, чтобы это сделать, адаптировали наши юридические основы, юридические практики к этой работе, получилось так, что оказывается, не у одного этого бренда проблема, а проблема есть у всех брендов. Ну и еще через несколько лет, когда пришел бум маркетплейсов, и стало понятно, что с огромным количеством сайлеров на маркетплейсе бренды тоже не могут справиться, не могут контролировать свои продажи там, и тоже наша услуга оказалась актуальна. То есть я правильно понимаю, что вы сейчас можете помочь любому бренду защитить его контент от копирования, кражи, ну в общем любых нелегальных действий, связанных с ним? Мы можем защитить не только контент, мы можем защитить и продажи, и контент, и вообще размещение этого товара на площадках Вообще, все, что связано с размещением в интернете, это отдельный вид использования интеллектуальной собственности Товарного знака, контента, фотографий, видео, дизайна, все-все-все, что входит в понятие интеллектуальной собственности И не так давно, в апреле прошлого года, суд по интеллектуальным правам, он вынес такое постановление, которое говорит очень важную вещь О том, что использование товарного знака на сайте, либо на маркетплейсе, или где-то еще в социальных сетях является отдельным видом использования интеллектуальной собственности И принцип исчерпания права, о котором многие говорят, то есть я купил конкретную кружку или конкретный айфон, и права на него исчерпались у правообладателя Однако, это все классно работает в оффлайне, но в онлайне не так В оффлайне ты размещаешь какое-то предложение о продаже товара, неизвестного происхождения, для этого используешь интеллектуальную собственность правообладателя или производителя И тогда ты должен получить на него разрешение И так же, как ты используешь фотографии, если ты перепродаешь чей-то товар и размещаешь товары, сделанные производителем, ты должен получить на это разрешение, иначе ты незаконно используешь чужую интеллектуальную собственность Смотри, правильно я понимаю, я купил товар у российского производителя Представим, что это некая косметика, которая производится где-нибудь в Подмосковье, российский производитель Я купил у него косметику под его брендом, он даже написал мне разрешение на то, что я имею право торговать на маркетплейсе этой косметикой Ну, примерно так там и написано. И выкладываю ее на тот же Wildberries, создаванный Яндекс.Маркет. Но этого, получается, недостаточно, чтобы защититься, и нужно еще какие-то разрешения получить. Если ты купил этот товар у него и получил такое разрешение, что действительно уже круто, уже победа, тебе нужно еще у него в этом разрешении попросить, чтобы он написал «разрешаю использовать свои фотографии». Потому что он фотографии, если предоставил он тебе их, тогда это его авторское право, и он может тебе, соответственно, за него предъявить, так сказать, если грубо. Таким образом, нужно получить разрешение именно на фотографические произведения, на видеоконтент, который ты используешь на Marketplace. Если же ты купил у него товар и получил разрешение на продажу на Marketplace, то ты можешь сам сфотографировать этот товар, выложить его на Marketplace, тогда к тебе претензий никаких не будет. Ты абсолютно легальным способом можешь торговать этим на Marketplace. А если купил, допустим, не у производителя напрямую, а у его крупного дистрибьютора? Тогда нужно попросить через дистрибьютора разрешение у производителя. А дистрибьютор не имеет права такое разрешение? Нет, конечно. То есть, если у него есть право, то передать он его не имеет, получается? Ну, смотря какое у него. В зависимости от того, какое у него право. Там существует несколько видов документов. От самых сложных это лицензионный договор, заканчивая самым простым согласием с правом передачи этого согласия. И здесь видишь, какая проблема? Эта ситуация будет разрешаться в суде. И дальше, как суд, это всегда состязательный процесс. И кто выиграет, то проиграет. У всех шансы, ну, скажем так, неравные, но есть шанс выиграть, есть шанс проиграть. Поэтому мы в любом случае дальше, если эту ситуацию будем разбирать, то в суд предъявим и те документы, и эти документы. И судья уже будет решать, кто здесь действительно нарушил, а кто нет. Ну, а есть какие-то реальные кейсы, да? Ну, вот кажется, что купили у дистрибьютора, у дистрибьютора разрешение есть. Но я, честно говоря, не понимаю, как суд может встать на сторону производителя, потому что, скорее всего, у него есть какие-то недобросовестные намерения, да, почему он хочет убрать этого человека с маркетплейса. Обычно это бывает, например, нарушение рекомендованных розничных цен. Хотя у нас, в принципе, в стране, насколько я знаю, нельзя регулировать розничную цену. Ты абсолютно прав. Регулировать рекомендованные розничные цены нельзя. Устанавливать их нельзя. Это такой ценовой сговор и координация там деятельности. Она запрещена антимонопольным законодательством. Однако, на самом деле, первая проблема, с которой сталкивается производитель на маркетплейсе, он не может идентифицировать, что за товар продается на площадке. Красивые картинки, все красиво. Цена в три раза меньше, в два раза меньше, в полтора раза меньше, чем цена, по которой рекомендует производитель продавать этот товар. Почему существуют рекомендованные розничные цены? Мы можем с тобой отдельно поговорить, если это в следующем подкасте или отдельно, потому что у каждого бренда есть свое определенное понимание, как должен товар позиционироваться, идентифицироваться у покупателя. Это, в том числе, влияет на рекомендованные розничные цены. Однако, он не может идентифицировать, что за товар. И предполагаешь, что товар продающийся дешевле, чем все могут себе позволить А иногда дешевле, чем сам производитель продает другим своим дистрибьюторам А у него возникает вопрос, что это за товар? И он приходит к продавцу на маркетплейсе или продавцу в интернете И спрашивает, откуда у тебя товар, объясни мне На каком основании ты его размещаешь на маркетплейсе И мы чаще всего сталкиваемся с тем, что 60% селлеров товара не имеют Они еще ничего не купили, но уже разместили это на маркетплейсе То есть они просто берут API своего дистрибьютора, выгружают его на маркетплейс А дальше, когда к ним приходят продажи, они бегут к дистрибьютору, покупают одну штуку товара И везут покупателю либо на склад маркетплейса А, ну да, это дропшиппинг Да А какие основные нарушения бывают, вот с какими вы чаще всего сталкиваетесь на маркетплейсах Когда защищаете бренды, которые у вас обслуживаются Ну, собственно, самое главное нарушение, я уже о нем сказал Это неизвестное происхождение товара, откуда товар вообще взялся у данного продавца Этот вопрос всегда мы задаем сначала продавцу, а дальше уже несколько вариантов ответа Первый это контрафакт, конечно, да, это подделки Когда подделывают известный бренд, просто клеят Подделки при том, что бывают разные Подделка, когда тебе реально присылают товар с брендом, с этикеткой Но по факту внутри в тюбике, например, в косметике абсолютно другое вещество Другой вариант, когда на маркетплейсе ты покупаешь продукцию известного бренда Тебе приходит no name продукция, какой-то тюбик, вообще абсолютно без запознавательных знаков Такое тоже возможно Вторая проблема это параллельный импорт, либо серый товар Товар, который привезен из-за границы, который предназначен для других пользователей, не для пользователей русских Но у нас же разрешен сейчас параллельный импорт Он еще не разрешен Ну будет И будет разрешен, но мы не знаем относительно каких товаров до сих пор будет разрешен параллельный импорт Сейчас постановление правительства, оно говорит о том, что Минпромторг имеет право установить перечень товаров На которые не будет действовать статья 1487 гражданского кодекса Якобы снимающая ответственность за импорт товаров суда брендов Однако, надо не забывать, что вообще вся система импорта суда товаров в Россию Она намного сложнее, чем просто 1487 ГКРФ Есть требования по локализации продукции Эта продукция должна содержать инструкцию на русском языке Должна содержать наклейку на русском языке Вся информация о товаре должна быть продублирована наклейкой на коробке Либо на самом устройстве на русском языке Этот товар должен потом подходить под российскую электрическую сеть Если он электрический и втыкается в розетку И очень сложно представить себе огромное количество перекупов Которые поедут в ближайшие страны В Турцию, например И привезут оттуда огромное количество известных фенов И потом их будут каким-то образом локализовать Приклеивать наклейки на русском языке Или вкладывать в российские инструкции Конечно, этого делать не будут И такая продукция все равно останется незаконной Даже если она максимально оригинальная И даже если она подходит под разрешение в параллельном импорте Допустим, Минпромторг Впишет туда фены известного бренда То она все равно останется нелегальной Пока она не будет локализована Хочется понять, как быть производителю Вообще не производителю даже, а продавцу Он только задумался о выходе на маркетплейсы Смотрит он либо на вариант, что стать перекупом Либо на вариант, допустим, размещать заказы в Китае На свой товар, приводить его из Китая Создавать свой бренд и размещать его на маркетплейсе Давай оба сценария рассмотрим Все-таки, что нам нужно проделать Какие документы получить И как защитить себя максимально Давайте с простого, да, с варианта Где мы выступаем как перекуп Потому что там уже есть товар, есть бренд Там, наверное, вопрос больше про разрешительные документации Вот можешь прям по шагам рассказать? Давай, во-первых, уйдем от слова перекуп Оно какой-то некрасивый в российской действительности выглядит Хорошо, можно назвать корабейник Окей Мы предприниматель, который хотим продавать в России Какой-то бренд, которого еще в России, например, нет И мы нашли этот бренд, например, в какой-то стране Он там производится Например, корейская косметика Можно рассмотреть сейчас очень популярную категорию Нам нужно выйти на правообладателя Или на производителя этой косметики И заключить с ним договор на поставки, на импорт сюда этой косметики Параллельно с этим договором Мы должны попросить у него разрешительное письмо Что мы имеем право использовать его бренд на территории Российской Федерации Тогда к нам вопросов никаких не будет В идеале, конечно, нужно попросить производителя заключить эксклюзивный дистрибьюторский договор Который ограничивает права других продавцов этот товар импортировать в Россию Таким образом, мы получим историю, что мы единственные, кто может этот бренд привозить в Россию Дальше уже здесь выстраивает либо сеть дистрибуции Либо торговать его на маркетплейсах Либо через собственный сайт, через D2C модель И так далее, и так далее Главное, что мы должны иметь контракт с этим производителем Либо с его представительством И получить от него разрешающие документы на использование его товарного знака Тогда у нас никаких проблем нет Мы защищены, мы спокойно сюда это импортируем Выкладываем на маркетплейсы Главное, чтобы не случилась ситуация, как случилось у одного из наших клиентов Клиент поехал в Корею Нашел производителя корейской косметики Заключил с ним эксклюзивный контракт Все было хорошо Он импортировал сюда первую партию товара Пришел на маркетплейсы И обнаружил, что на маркетплейсе уже 150 продавцов этого товара И этот товар весь абсолютно серый, привезенный Просто в посылках, коробках, как угодно В России здесь продается уже И он обратился к нам для того, чтобы как раз таки сказать Я эксклюзивный дистрибьютор, я хочу разобраться, что за товар продается на маркетплейсе к другой И мы помогали ему на протяжении какого-то времени Эту историю разрешить И достаточно успешно это сделали А как вы это сделали, если этот товар привезли до момента эксклюзивного контракта? То есть тут же получение эксклюзива, я так понимаю, наверняка действует То, что я знаю из курса общества знания, что вроде как законы обратной силы не имеют То есть на предыдущий период не распространяются Так и тут кажется, что они привезли до эксклюзива и ничего не нарушили Вопрос в том, что они привезли сюда товар нелокализованный О том, что мы с тобой говорили Они просто в посылках, как физические лица Съездили, положили себе в чемодан эту косметику Привезли сюда и здесь начали торговать И когда мы делали контрольные закупки этого товара Мы понимали, что товар, на котором надписи только на корейском языке Никаких других надписей там нет И конечно, такой товар продавать в России нельзя На котором нет никакой информации для потребителя Это нарушает и закон о защите прав потребителей И другие наши нормы и правила Поэтому такой товар достаточно быстро мы очистили с маркетплейсов И в том числе у них не было разрешения на использование товарного знака Они не имели права использовать этот товарный знак на сайтах Ну и собственно маркетплейсов, то есть ситуация нас поддержали И суды поддержали нас, соответственно Мы выиграли несколько судебных дел Ну и дальше уже с маркетплейсами работу провели и очистили эту всю историю Вот смотри, ты рассказал про ситуацию, когда мы нашли производителя за рубежом И с ним договорились о том, что мы, допустим, будем эксклюзивным дистрибьютором Представим, что теперь мы эксклюзивный дистрибьютор И мы готовы, в принципе, других продавцов тоже пустить на маркетплейс И они приходят к нам, покупают нашу продукцию А они вот разрешительную документацию должны получить у нас или у производителя в Корее? Они могут получить у нас разрешение Если мы эксклюзивный дистрибьютор, мы можем им иметь право такое разрешение выдавать Ну или, соответственно, они могут попробовать получить его в Корее И если наши корейские партнеры, например, не очень добросовестны Они, конечно, могут им выдать, забыв о том, что у нас с ним эксклюзивный договор Такие ситуации тоже бывали Однако в этот момент мы должны напомнить им о том, что у нас эксклюзив И только через нас такие разрешения могут выдаваться Поэтому они абсолютно, покупая у нас товар, они абсолютно легально его могут дальше продавать на маркетплейсах Если они соблюдают наши условия, продают сильно, не миксуют товар Серый плюс белый и так далее, и так далее Кто-то так не делает в России? Шутка Конечно, так никто не делает, все белое Окей, два варианта разобрали Третий вариант это когда мы хотим разместить свой заказ на производстве в Китае В Китае очень много производств Мы в предыдущем выпуске как раз это разбирали Где ты можешь прийти и сказать Сделайте мне вот такие шуруповерты, как шуруповерт вот этого бренда Только другого цвета Да, ну пускай это будет шуруповерт Hammer Сделайте мне точно такой же, но другого бренда Под моим брендом будет называться он, не знаю, шуруповерт И тебе в такой ситуации нужно будет зарегистрировать этот товарный знак здесь в России Для того, чтобы ты сюда спокойно этот товар привез и здесь продавал В идеале зарегистрировать его не только в России, но сразу в Казахстане, в Армении, в Грузии, в Белоруссии Тогда у тебя полностью ты защищен, ты производишь там товар, параллельно у тебя есть свидетельство на товарный знак Этот товар под твоим брендом приезжает в Россию и ты спокойно его продаешь здесь По тем же самым условиям ты становишься правообладателем, ты становишься-производителем И сам контролируешь и выстраиваешь свою дистрибуцию Это очень хорошо И я знаю, что многие китайские производства сейчас уже не клеят бренд, если ты не предоставишь им свидетельство на товарный знак То есть на товар не будет нанесен бренд, если этот бренд не зарегистрирован Есть такая практика, мы уже с ней сталкивались и пытались в ускоренной процедуре зарегистрировать клиенту товарный знак Для того, чтобы он предоставил его своим китайским партнерам, чтобы они его нанесли на товар Иначе они отказывались это делать, они говорили, а вдруг этот товарный знак произрегистрирован кому-нибудь другому, а мы для тебя делаем подделку. С этим мы разобрались, нам привезли нашу партию шуруповертов и, возможно, еще какого-нибудь электроинструмента в этой партии. Но мы не можем его продавать пока на Marketplace, потому что у нас нет контента никакого. Нам нужно написать для него описание, нам нужно для него сделать фотографии, видео, инфографику. И мы наняли своего школьного друга-фотографа, который как раз занимается предметной фотосъемкой, и заплатили ему как физлицу, и он сделал нам фотографии. Наличкой. Ну да. Правильно. Но при этом, конечно же, мы не забыли заплатить за него НДФЛ, и если он не был зарегистрирован как самозанятый, если как самозанятый, тогда он сам оплатился налоги. Конечно, да. В таком ситуации, конечно, мы должны с ним заключить договор, потому что все права на этот контент, на все эти произведения, которые он сделал, будут принадлежать ему, если он их нам не передаст. И в какой-то момент времени, через несколько месяцев, лет, десятков лет, возможно, у вас произойдут какие-то изменения, он перестанет быть вашим другом, влюбится он в вашу там подругу, или что-нибудь еще произойдет. И тогда, конечно, он может обидеться и вспомнить, ага, я же делал для него фотографии, а эти фотографии принадлежат мне, поэтому я сейчас отсужу у него кругленькую сумму, до 5 миллионов рублей за каждую фотографию. Подумает он, а если вы еще тем более в этот момент выросли, стали большим производителем, большим продавцом, у вас много денег, а он завидует, и так далее, и так далее. Конечно, он это все может предъявить. И вам нужно в самом начале, когда вы с ним начинаете работать, заключить с ним договор и оформить все документы на эти фотопроизведения и видеопроизведения. Это если даже вы нанимаете физическое лицо, вы заключаете обычный договор ГПХ, гражданско-правового характера, в руках которого прописываете, что все авторские права на произведение переходят к вам, как к заказчику. Ну и отдельно вы в идеале подписать еще акт оказанных услуг, которым тоже это будет зафиксировано. Тогда вы себя обезопасили, и все права на эти фотографии принадлежат вам. Как вот здесь правильно поступить с оформлением этого договора? Просто скачать в интернете или все-таки нужно взять какую-то консультацию у юристов по интеллектуальному праву? И сколько это примерно может стоить в среднем обойтись продавцу? Вот это такая гарантия твоей безопасности. Сколько стоит безопасность? Ну давай последнее, во сколько оно стоит? Действительно стоит оно недорого, это порядка 40-50 тысяч рублей комплект документов. Это в рамках того, что ты начинаешь продавать на маркетплейсах, а хочешь заработать, как обещает реклама, по 200 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Подожди, 40-50 тысяч рублей в смысле за... За оформление документов на контент. Ну, составить грамотный договор, если ты обратишься к юристам. 40-50 тысяч, я тебе честно скажу, для среднего продавца на маркетплейсах это дорого, это прям феноменально дорого, с учетом того, что еще нужно зарегистрировать товарный знак, да, и это тоже еще сама услуга в районе 40-50 тысяч рублей, насколько я понимаю, плюс еще госпошлина, и то есть ты уже там со всеми своими документами в 150 тысяч рублей. Можно ли пойти по какому-то более простому пути? Например, есть фотостудии, которые уже работают, да, профессионально и как юридическое лицо, и наверняка у них договор уже, в принципе, сделанный юристами, грамотность передачи интеллектуальных прав. Вот в таком случае, когда он готов, на что обратить в нем внимание, на какие пункты, да, чтобы быть уверенным в нем? Ну, это действительно самый лучший вариант, наверное, обратиться к профессионалам их фотографии и прочитать договор. Ну, всегда нужно прочитать договор, особенно мелкий шрифт, если он там имеется, и внимательно посмотреть на то, как передаются объекты авторского права. Любые права на фотографии, права на видео и все остальное, это в договоре должно быть отдельным пунктом прописано, передача авторских прав, и, соответственно, там черным по белому написано, все права на данные произведения передаются заказчику в момент подписания акта сдачи приемки оказанных услуг, если мы говорим про самые простые формулировки. Однако, нужно еще обратить внимание на то, чтобы у этого агентства, и уточнить у этого агентства, которое фотографирует, есть ли у них договора с их фотографами, и выдают ли они им служебные задания. В идеале запросить эти документы, есть такой документ, называется служебное задание, на фотографирование того или иного объекта. И в рамках служебного задания, которое подписал сотрудник, либо наемный сотрудник, либо фрилансер, который делает эту фотографию, он это подписывает, и, соответственно, передает таким самым права, авторское право на эту фотографию сначала агентству, а дальше уже агентство в рамках оказания услуг передает ее вам. И тогда у вас полностью цепочка не разорвалась, и все права перешли целиком вам, как продавцу, как обладателю этого бренда или обладателю теперь этого контента. Слушай, а достаточно будет, если в трудовом договоре у такого сотрудника уже прописано, что все, что сделано в рабочее время, является объектом интеллектуальной собственности компании? Насколько я понимаю, не так давно как раз был немножко в другой тематике суд по поводу у Рамблера, с кем-то из разработчиков, который был сделан во время рабочего времени. Это вопрос опять к суду. Как посмотрят на этот суд всегда? То есть мы можем говорить, что законы действуют и так, и так. Точнее, вот закон трактуется вот таким образом. Написано буквально 4 слова в законе. А как его трактовать? Мы как юристы, находясь на стороне истца, будем трактовать в одну сторону, юристы, находящиеся на стороне ответчика, будут трактовать в другую сторону. И как решит судья? Судья некий арбитр, который, ну поэтому называется арбитражный суд, потому что он арбитр, он решает, кто же все-таки прав в этой ситуации. И в идеале, конечно, по юридической логике, да, действительно, если он это сделал в рабочее время, все, что он делает в рабочее время, придет компании, на которой он работает. Но в идеале я бы никогда... На самом деле это всего лишь один документ, служебное задание, одна страничка, длинна подписи, достаточно просто и быстро можно сделать. Можно даже делать служебное задание в электронном виде. То есть условный тикет, который ты создал в своей CRM-системе, он его акцептовал, там галочка или да, согласен, или чем-то еще, даже без АЦП, без всего, это уже доказательство того, что он принял и передал вам права. То есть лучше себя обезопасить и проверить, что у компании тоже эти люди либо работают в штате, либо это какие-то фрилансеры, об этом хотя бы задать вопрос. И дальше послушать их ответ. Если они начнут это агентство говорить о том, что мы не знаем, мы вас проверим, мы там где-то находим этих людей, и у нас с ним никаких договорных отношений, тогда лучше от этого агентства отказаться и прийти к агентству, которое скажет, да, они у нас штате, вот у нас штатное расписание, вот 14 фотографов, которые делают фотографии для вашего товара, и вот все документы, которые мы вам передаем. И тогда ты полностью обезопасен. Есть же еще вопрос в чем? Если ты собираешься прийти на Marketplace, поработать 2 месяца и уйти, это одна проблема, или там один запрос. Если ты собираешься развивать свой бренд, вкладывать в него душу, придумываешь дизайн, занимаешься маркетингом, все это делаешь, то здесь, конечно, нужно на старте подумать и обезопасить себя, потому что сколько корпоративных конфликтов было из-за того, что даже партнеры по бизнесу делили товарный знак и доменное имя, мы с тобой сами знаем даже кейсы на российском рынке, когда из-за доменного имени, который тоже является объектом интеллектуальной собственности, частично, разгорались жуткие споры. Слушай, ну ты сильно сузил, на самом деле, круг подрядчиков и агентств, получается, заказывать контент у фрилансеров, это вообще безумные риски, потому что ты, ну да, дешево, разместил заказ на бирже фриланса, естественно, фрилансер с тобой договор никогда никакой делать не будет, потому что ему некогда этим заниматься. Ему быстрее найти еще двух заказчиков вместо тебя, чем заниматься вот этими договорными отношениями долгими, вычеткой договора вместе с тобой и так далее. И агентств тоже, я думаю, количество тут подрезается в этом плане. Вопрос теперь вообще, где можно контента в России сделать? Ну это такой риторический. Я могу ответить тебе на риторический вопрос, риторическим ответом. Россия страна такого называемого правового нигилизма в части интеллектуальной собственности. Мы все привыкли долгое время качать бесплатно музыку, качать бесплатно фильмы, у нас всегда были открыты торренты, самый популярный сайт по музыке был «Зайцевнет» и так далее, и так далее. Мы все к этому привыкли, и мы таки не читаем ничего зазорного для того, чтобы свою презентацию, вступление на широкую аудиторию, взять фотографию из Google картинок и вставить ее в свою презентацию и не задумываться об этом и продолжать рассказывать, что тоже не очень верно. Потому что у каждой фотографии, даже на Google картинках, есть свой автор. Но она же в публичном доступе. Если ты ее используешь для коммерческих целей, ты должен получить разрешение про обладателя. А если для информационных целей, то ты просто можешь указать источник. На самом деле проблемы нет, ты берешь ее, используешь не для... Но опять-таки, ты выступаешь для школьников и рассказываешь о том, как классно продавать на маркетплейсах. Это одна история. Если ты рассказываешь о том, какое классное я агентство, и я научу вас продавать на маркетплейсах, возьму за это деньги, то это уже коммерческая деятельность. и ты эту картинку используешь для коммерческих целей, тебе могут за это автор обратиться. Поэтому правовой нигилизм, который в России есть, он был, он есть, но, наверное, не будет, он сокращается. И сейчас с ростом, развитием брендов, особенно в текущих обстоятельствах, приходят новые бренды, наши российские предприниматели создают собственные бренды на замену брендам из других стран, пытаясь здесь развивать свои продажи, свое производство. Они должны уже сейчас задумываться об этом, обо всем, об этих товарных знаках, потому что сейчас товарный знак какого-нибудь известного крупного бренда стоит миллионы, сотни миллионов долларов, просто за свидетельство на товарный знак. И сейчас многие российские компании, сотрудничающие с зарубежными партнерами, они сейчас думают, как бы нам этот товарный знак, несколько кейсов есть, как бы нам товарный знак здесь в России сохранить. Есть ли у вас вот для малого бизнеса какой-то комплексный продукт по защите этих интеллектуальных прав? Ну, для малого бизнеса мы предлагаем первую историю, это регистрация товарных знаков, всегда помощь в регистрации товарного знака. Ну и, соответственно, вот мы сейчас разрабатываем продукт по страхованию случаев, когда твой контент могут кто-то скопировать, либо украсть, либо его незаконно использовать. И здесь действительно мы хотим разработать такую услугу, чтобы все продавцы на маркетплейсах, они, приобретая услугу по созданию контента, могли застраховать этот контент на будущее за какие-то маленькие денежку, а они, соответственно, получали себе защиту на несколько лет, или на год, или на несколько лет вперед, для того, чтобы в случае, если кто-то из их партнеров, или из их конкурентов, и что-то еще начнет копировать их контент, продавать что-то на маркетплейсе, используя их авторское право, их интеллектуальную собственность, они, не тратя ничего больше, могли это защитить с помощью профессиональных юристов. И это сделать оперативно, и не просто оперативно, но еще и получить в себе часть компенсации с этого нарушителя. Потому что у нас с вами, согласно гражданского кодекса, можно предъявить именно взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака. Это от 10 тысяч рублей до 5 миллионов. И, конечно, по судебной практике, чаще всего там средняя сумма компенсации порядка 250-300 тысяч рублей. Если незаконно кто-то использует твой контент, либо незаконно использует твой товарный знак, ты очень легко и просто в упрощенном порядке подаешь в суд, заискиваешь компенсацию, и таким образом штрафуешь нарушителя, как камера скорости на дороге. Вот давай поподробнее обсудим. Допустим, я выложил, мы защитили наши права, выложили наш контент на маркетплейсы, и кто-то из конкурентов его действительно скопировал. Вот что произойдет дальше? В этот момент времени это нужно зафиксировать и обратиться к юристам, собственно, где-то застрахован. Зафиксировать как? С креншотом, обычным скриншотом. Ты копируешь ссылку и делаешь скриншот с указанием даты, времени и места. Места нет, дата и время должны об этом скриншоте. Ты копируешь, полностью целиком делаешь скриншот своего экрана, этот документ скидываешь юристам, юристам этого достаточно, они этот документ берут, готовят претензию, направляют претензию, сначала, точнее, до претензии выявляют, идентифицируют продавца на маркетплейсе, делают они это с помощью юристов маркетплейса, делают запрос и говорят, а вот здесь у вас есть продавец, назовем его там рога.ру, какие-нибудь. И что это за продавец? Они присылают контактные данные, присылают всю информацию, это у такой-то, у рога и копыта, соответственно, там телефонный номер такой-то, имейл такой-то, юридический адрес такой-то. Дальше уже юристы готовят претензии, отправляют претензию данному нарушителю с требованием, во-первых, убрать контент, прекратить использование незаконного контента, а во-вторых, выплатить компенсацию за незаконное использование в таком-то объеме, на специальную формула. То есть, если он просто уберет, то это еще не гарант безопасности для него, да? Все зависит от требований, которые хочет получить правовладатель, владелец этих прав, авторских прав, либо интеллектуальных прав. Если он хочет крови и хочет взыскать, действительно, оштрафовать своего конкурента или, там, недобросовестного предпринимателя, то он потребует компенсацию. Если он не хочет и хочет только добиться удаления данного товара, то, соответственно, претензии будут содержать требования об удалении и не будут содержать требования о взыскании и компенсации. Но, конечно, юристам тоже нужен хлеб, и поэтому они будут настаивать на том, что компенсацию нужно взыскать, иначе данный нарушитель ничего не поймет. Если вы едете по дороге со скоростью 190 км в час, вас оставляет из директора ГИБДД и говорит вам, больше так не делайте, ездите аккуратно, конечно, вы еще раз нарушите, будете ехать опять со скоростью 200 км сейчас уже. А когда к вам придет штраф с камерой дорожного движения 5000 рублей, вы уже в следующий раз задумаетесь, нужно ли так же нарушать скоростной режим или не нужно. Есть такая же история. Поэтому пока, опять-таки, это российская действительность, пока ты не накажешь рублем, наверное, ничего не произойдет. Ну, тут сложно просто всех наказать, когда у тебя там 150 продавцов, которые торгуют твоим брендом, вот их пока всех накажешь, это, конечно, долгий процесс. Ну, допустим, в нашей ситуации только один, да, и мы подали ему досудебную претензию. Сколько дней она должна отлежаться, прежде чем мы пойдем в суд, если он не среагирует? У ответчика, у нарушителя есть 30 дней на то, чтобы отреагировать на досудебную претензию и исполнить требования, которые там есть, либо на нее ответить. Соответственно, через 30 дней у нас наступает право обратиться в арбитражный суд по месту нахождения этого ответчика. Там, если это ответчик в Москве, то в Московске, если в Петербурге, то в Петербурге. Ответчика не из САК. Ответчика именно, да. То есть мы подаем именно в арбитражный суд ответчика, но это, на самом деле, вообще никакой проблем не заставляет. Вся система арбитража, она находится в одной информационной системе, кадр-арбитр, и ты из любой точки России можешь, даже мира, подать заявление в суд на упрощенное судопроизводство, где тебе не нужно участвовать в судебном процессе. В чем фишка упрощенного судопроизводства? Там есть ограничения по сумме до 800 тысяч рублей для ООО и для ИП 400 тысяч рублей. И ты не участвуешь в этом судебном процессе. Ты подаешь исковое заявление, ответчик подает на него возражение, свои доводы, почему он считает, что он не виноват. Судья в спокойном режиме, сидя там в своем кабинете, берет один документ, берет второй документ, читает один документ, читает второй документ, и понимает, кто прав, кто виноват. И дальше выносит постановление. Два месяца у него надо есть, через два месяца, ну через три получается, с учетом досудебного периода, мы получаем готовое решение. Получаем исполнительный лист, и после этого уже можем приходить к судебным приставам, для того, чтобы заскать эту компенсацию с нарушителями. Ну и к маркетплейсу получается, чтобы он удалил с нарушением. Ну маркетплейс удалит раньше эти нарушения, потому что посчитает. Маркетплейс является, в моем понимании, многие юристы спорят со мной, информационным посредником, и он обязан в случае обращения к нему правообладателя принять необходимые достаточные меры. А что является необходимыми достаточными мерами, это удаление данной карточки товара. Слушай, ну вот Вайлборис не так давно про обычным продавцам, у кого нет никаких подвязок, говорили, нас ничего не волнует, мы просто площадка нам положили, мы показали. Да. Переходите с решением суда. Такое тоже может быть. Вопрос, как правильно зайти. Например, у Яндекс.Маркета 14 форм обратной связи. 14. По каждому вопросу, и они все разные, и найти их в одном месте невозможно. Поэтому нужно знать, в какую форму обратной связи обратиться для того, чтобы оперативно отреагировать. Так же самое и в Вайлборисе. У них есть почта, там, claimssobaka.valberis.ru, которую рассматривают одни внешние юристы. И есть внутренние юристы Вайлбориса, которые быстрее рассматривают эти обращения. И вот здесь вопрос, как ты наладишь контакт, как ты будешь свою историю продвигать. Плюс, это же определенный этап переговоров, общения. Нужно доказать свою позицию. Не просто там отправил письмо и сказал, типа, вот, давайте, удаляйте все быстро. Ты должен позвонить, объяснить, почему. Предоставить все необходимые документы, подтверждающие твои полномочия, твои права. И только после этого они вынесут решение. И, конечно, здесь у юристов, типа нас, нашего агентства, мы таких отправляем претензий порядка тысяч в день. И поэтому у нас уже налажен процесс взаимодействия, как это происходит. У нас даже специальная форма разработана для общения. Там Excel-форма для общения в каждом маркетплейсе, чтобы им было удобно обрабатывать эти заявки. Потому что прислать там условно скриншоты и не прислать ссылки, как сотрудник маркетплейса должен будет найти эту историю? Никак. А не ответить он не может, поэтому он напишет подписку. Я понял. Здесь нужно договориться и уже оперативно решать такие вопросы. А можешь что-то рассказать? Реальные кейсы, да, о том, вот от какой до какой суммы может быть штраф, да, в случае копирования контента на маркетплейсах. Ты говорил изначально, что от 10 тысяч до... До 5 миллионов. Но на самом деле сумма компенсации рассчитывается несколькими способами. Мы для себя установили такой основной критерий. 10 тысяч рублей за карточку товара. Считаем, вот, например, если мы говорим про незаконное использование товарного знака. Если мы говорим про незаконное использование фотографии, то 10 тысяч рублей за каждую фотографию. А есть какая-то привязка? Какую выручку тебе приносит этот товар? То есть сколько ты ущерба как бы понес от этого копирования? Как ты это коррелируешь? Такая технология тоже расчета есть. Она очень сложная, она очень тяжело рассматривается судами. Поэтому чаще всего юристы ее не рассматривают. Ну, точнее, крупные юридические компании, которые хотят с тебя взять деньги за этот суд много, дорого и больно, они, конечно, рассчитают упущенную выгоду, рассчитают двойную стоимость этого товара. То есть есть формула расчета по двойной стоимости товара. Если он продавал товаров на миллион рублей, то правоплатель может потребовать с него 2 миллиона рублей. Мы такую формулу не придерживаемся. Мы берем, именно считаем, что в судебной практике сложилось так, что за одну фотографию или за одну карточку товара берется порядка 10 тысяч рублей. И мы, соответственно, смотрим. Если он разместил 100 карточек товара, то мы получили там миллион рублей. С упрощенным судопроизводством тут как бы все понятно, да? А может ли оно перетечь в... Это общее называется? Да, в общее производство. Некоторые судьи принимают решение, когда им недостаточно аргументации с одной либо другой стороны, они выносят постановление о передаче дела в общее производство и назначают судебное заседание. И чаще всего это судебное заседание длится там один или два раза. Просто в процессе судебного заседания ответчик и истец еще раз доносят свои аргументы, судья задает вопросы и после этого выносит решение. Такой суд затягивается еще месяца на 3-4, потому что там есть загруженность судов и нужно лететь в командировку. Но обычно это вот в нашем ситуации это не сильно увеличивает стоимость. Мы берем эти риски на себя, если у нас там в производстве несколько десятков судов. То есть мы там покрываем свои издержки за счет других судов, которые упрощенки прошли. Плюс потом можно оспорить решение, получается... Апелляция, касация, Верховный суд и суд по интеллектуальным правам. Там вообще очень долго можно садиться несколько лет. А потом можно попробовать оспорить свидетельство на товарный знак, да? Тоже, да, такая ситуация есть, когда пытаются оспорить свидетельство на товарный знак за неиспользование либо по каким-то другим причинам, либо что оно не должно охраняться. Вот смотри, еще есть один пример нарушений, который меня прям очень сильно интересует. он хоть и не в лоб относится к маркетплейсам, а больше для D2C, когда один бренд, например, в Яндекс.Директе платно рекламируется по запросу к ключевому слову другого бренда. Ну, например, представим, что ты вводишь в Wildberries, а у тебя в рекламе в первой строчке Озон. Так можно или нет? Потому что, когда я кому-то говорю, что так нельзя, мне говорят, что да, ну, все так делают. Действительно все так делают, и мало того, это действительно теперь относится к маркетплейсам, потому что Озон, например, у себя запустил контекстную рекламу. И по названию ты ищешь, например, там, моющее средство, там, допустим, фэри, и тебе выпадает рекламный блок с конкурентом этого бренда. И они запустили эту работу, такую систему у себя, это платная функция, она работает, и они тоже, вот для них сейчас это актуально. С юридической точки зрения такое действие является актом недобросовестной конкуренции. И ты должен обратиться сначала в управление федеральной темы напольной службы и заявить о том, что вот таким образом конкурент недостойно себя ведет. В чем главная фишка в недобросовестной конкуренции? Это должен быть твой конкурент. Если под Валберес подстраивается Озон, это недобросовестная конкуренция. Если под Валберес подстраиваются насосы, дикая ягода, это не является нарушением, потому что это не конкурент площадки. И здесь, соответственно, вот важно эти факторы учитывать. И мы считаем, мы имеем практику, которая показывает, что действительно суды встают на сторону правополадателя, правополадателя той компании, которую потребитель действительно искал, и выигрывают. Такие дела можно выиграть и компенсацию получить. Не нужно пытаться за счет конкурента себе сделать имя. Это действительно всегда не самая правильная стратегия. Ты должен позиционировать собственный бизнес, собственный бренд добросовестно, приносить ценность потребителю всегда свою собственную. Да, я согласен с тобой. Здесь скорее история про то, когда у тебя есть некий недобросовестный конкурент, и ты его еще при этом поймал на таком моменте, и это такой повод зацепиться уже и все-таки решить с ним вопрос в правовой плоскости. Ты говорился про Озон, да, у них действительно есть внутри новые рекламные инструменты, и получается, вводя твой бренд на маркетплейсе, может оказаться в выдаче в платной рекламе абсолютно другой бренд. Это тоже, получается, будет недобросовестный. Актура. Точно такая же ситуация, это действительно недобросовестная конкуренция, и мы разбирали оферту Озона, и как раз документы касательно рекламы, и там написано, что Озон к этому претензий не имеет, и Озон не рекомендует мы не рекомендуем всю ответственность будет внести вы. То есть правильной рекомендацией для наших слушателей было бы в рекламе в минус-слова все-таки на всякий случай вбивать конкурентов, чтобы... Чтобы по их вопросам не выдаваться, да? Да, да, да. И конкурент к вам ничего не предъявил, ничего не сказал. Может быть, вы даже действительно этого не хотели, а там ваши партнеры, которые занимаются вашей рекламой или что-то еще, недосмотрели эту историю. При этом, кстати, когда рекламируешь, например, на Озоне электроинструмент и автоматически подбираешь запросы. Естественно, алгоритм тебе подсовывает самые близкие, да, а самые популярные будут там Bosch, Makita. Ну, в общем-то, все, что регулируется, особенно Makita, насколько я знаю, они прям активно смотрят, чтобы никто не нарушал их права. Ну, Makita, они в части активно, где вот именно касается их бренда, они очень активно там, а в части контроля именно продаж, какие товары продаются на маркетплейсах, они этим не занимаются чаще всего. Они вот в контекстной рекламе, да, и вот в таком формате активные, работу не ведут, насколько я знаю, возможно, уже что-то поменялось. Ну, в общем, добавил минус-слова, на самом деле, конкурентов, по крайней мере, основных и самых главных, и спишь спокойно. И не переживаешь ни о чем всегда, я всегда всем советую оставаться честным перед самим собой и понимать, для чего ты используешь эту рекламу. Если ты хочешь рекламироваться в кофемашинах, и ты производишь классный продукт, рекламируйся и продавай свою кофемашину. Именно по запросу кофемашины, там и с другими, там, рожковая, автоматическая, все что угодно. Не нужно пытаться за счет конкурента выиграть дело. Есть, например, интересная история с брендом Xiaomi. У нас в России есть мнение, что у Xiaomi куча суббрендов, которые имеют прямое отношение к Xiaomi. Однако, сам Xiaomi говорит о том, что это не так. Эти бренды не имеют права рекламироваться и говорить, что они Xiaomi, они просто бренды, у которых Xiaomi периодически заказывают производство того или иного товара под собственным брендом. И вот есть увлажнители воздуха, зубные щетки, которые не имеют отношения к Xiaomi, но на маркетплейсах они активно представлены как там зубная щетка к Xiaomi, а дальше идет название какого-то китайского бренда, чтобы у потребителя в голове была мысль о том, что вау, я куплю зубную щетку к Xiaomi, хотя по факту он купил просто китайского бренда. Возможно, хорошего, возможно, плохого мы не знаем до конца, но думая, что у него зубная щетка к Xiaomi. Такая же огромная проблема с роботами-пылесосами, с увлажнителями воздуха и вообще всей линейкой китайских товаров, которые есть на Marketplace, сейчас это прям большая проблема. Я знаю, что на самом деле сейчас китайские бренды активно взялись за контроль рынка, российского рынка электронной торговли. Для них это такая задача номер один, они хотят перестать быть вот этим вот огромным количеством товаров, неконтролируемых, в которых невозможно разобраться с каким-то, где-то здесь китайская вилка, тут европейская вилка, тут американская вилка. И на зон заходишь и пытаешься в отзывах разобраться, что же это за товар, для какого рынка он и почему он дешевле, дороже, подойдет он дебе или не подойдет, ты в этом пытаешься разбираться, залезешь на форум. Я просто, когда выбирал себе пылесос вертикальный к Xiaomi, думал, что он к Xiaomi, оказалось, что нет. Я совершил эту ошибку сам. В итоге я купил, оказывается, не к Xiaomi, который не имеет отношения к Xiaomi, и разбирался, и в итоге выяснил, что это вообще абсолютно другой бренд. Он для Xiaomi делает пылесос, это другая модель, абсолютно другими характеристиками, и они вот отдельно продаются и стоят вот столько-то. У тебя качество устроило в итоге? Наверное, да, я не пылесосим ни разу, пылесосит моя там супруга, поэтому я удовлетворяю целиком полностью. Конечно, она хотела другой известный бренд, такого же, как бренд Fena, но я пожалел на это денег. Ну, сейчас в новом курсе, это да, в новых реалиях, там, с новыми логистическими цепочками, дороговато действительно другой известный бренд брать. Очень. Это была очень полезная информация, я вот хочу тебя напоследок спросить, как к вам обратиться, и все-таки, как нашим слушателям прийти в IQ, и где оставить свой запрос? Вы можете звонить мне, мои контакты есть, здесь я могу продиктовать. Нет, на самом деле, нужно прийти на сайт IQtechnology.ru, очень простой, там есть все контактные данные, форма для обратной связи, там есть мой личный e-mail, e-mail моих коллег, которые занимаются и продажами, и юристов. Мы никогда никому не откажем в консультации, всегда консультации делаем бесплатные, рассказываем про стратегию, и всегда предлагаем два варианта. Вы можете эту стратегию реализовать самостоятельно, а можете реализовать с помощью нас, это будет стоить столько, когда такие-то преимущества есть. Либо вы можете воспользоваться этими же самыми законами и сделать все самостоятельно, и возможно, у вас это получит даже лучше. Ну и надо не забыть сказать кодовое слово AppMarket. Поскидка по кодовому слову AppMarket, конечно. И мы на самом деле активно работаем с IQtechnology, и как раз страховой продукт, который сейчас разрабатываем, мы тоже будем его внедрять в рамках AppMarket и страховать наш контент вместе с вами. Поэтому мне кажется, что ты правильно сказал, что не надо пытаться нажиться на недобросовестных конкурентах, но защитить себя сейчас это очень важно. Быть уверенным, что у тебя уникальный контент, он защищен, ты торгуешь на Marketplace, и завтра твой бизнес неожиданно не закончится из-за того, что выйдет конкурент какой-то, который скопирует твой товар из Китая с таким же контентом, с минимальными затратами, за счет того, что он не понес эти затраты, он будет демпинговать, и в итоге для тебя там все плохо закончится, и уже пока будешь регистрировать весь этот контент, оформлять его официально и так далее, скорее всего, уже пройдет там слишком много времени, чтобы что-то поменять в лучшую сторону. Да, все так. Защищать себя и не давать себя в обиду самое важное. То есть мы все строим бизнес в текущих реалиях, поэтому не давать себя в обиду это самая важная история, при этом оставаться честно перед самим собой. Спасибо тебе большое, что пришел, было очень приятно пообщаться, это суперинтересная тема, как и все в наших выпусках. Спасибо, Таша. Слежу за вашими выпусками, слушаю их всегда внимательно, поэтому пишите еще, приглашайте интересных гостей. Спасибо, что пригласили. Пакет брать будете?